Дарья Самородова 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 Вопросы дорожной безопасности всегда в центре внимания профильных структур. В городской администрации прошло заседание межведомственной комиссии. Собравшиеся обсудили проблемы аварийности на лабытнанских дорогах, затронули проблему участия детей в происшествиях. Что такое теория? Это знание. Практика – это навыки. Если с первым дети справляются на твердую пятерку, они отлично знают правила дорожного движения, то с последним едва дотягивают до тройки. С начала года на городских дорогах уже пострадало 11 несовершеннолетних. Основная причина таких происшествий – спешка и невнимательность. Они осознают последствия и спешат. Мы так понимаем, что, как показывает статистика, родители очень мало работают с своими детьми непосредственно, с детьми сами родители. Вот здесь вот сейчас на ближайшей Красной комиссии эту тему поднимем, обсудим. Мы уже в дальнейшем будем принимать дополнительные меры. Что ни говори, но для любого ребенка родитель – авторитет. Важно личным примером научить детей безопасному поведению на дорогах. По линии дорожной инспекции ведется усиленный контроль за малолетними пешеходами. Следующая проблема по шкале актуальности – нелегальные таксисты. Борьба с ними в Лабутнанге ведется не первый месяц. С начала года уже выявлено без малого три десятка водителей, предоставляющих услуги без лицензии. Если посмотреть статистику, на территории нашего города, то есть таких разрешений за год выдано всего, ну, как бы на сегодняшний день 20. То есть, если брать Салихард, это 180 человек, кто имеет уже автомобили, внесено в реестр. На городских дорогах с нелегальными таксистами полицейские борются с помощью штрафов от 500 рублей до 2000. Правда, меньше водителей вне закона не становится. Нужно ужесточать меры воздействия, считает руководитель службы технодзора. Конфискация авто – одна из таких. Подобная практика с положительной стороны зарекомендовала себя во многих городах Ямала. В вопросах дорожной безопасности важен каждый аспект, начиная от освещения и нанесения разметки, заканчивая внимательными пешеходами и законопослушными водителями. Светлана Келли, Эдуард Захаров, информационное агентство Лабутнанги. Лабутнанский экодесант высадился на станции 110-й километр. Активисты движения первых филиала Ямальского многопрофильного колледжа совместно с волонтерами общественной организации Камиро-Лабутнанги прибрались на перроне и перелегающей территории. Им не помешал даже проливной дождь. До места волонтеры добирались на поезде. За несколько часов было собрано около 20 пакетов мусора, каждый объемом 120 литров. Свои находки ребята сортировали по разным пакетам. Пластик, алюминиевые банки и несортируемые отходы. Сложность заключалась в том, что под дождь 20 пакетов мусора нам надо было занести в вагон и увезти с собой. Несмотря на это, мои ощущения очень веселые, было очень весело. Я посмотрела, как вообще выглядит 110 километров полярный Урал. Пакеты с пластиком и алюминиевыми банками были переданы в Камиро-Лабутнанги для дальнейшей переработки. Остальной хлам вывезли к месту хранения твердых коммунальных отходов. Все активисты за проделанную работу получили благодарственные письма. Креативно и по всем параметрам в духе времени. Культурная сфера городского округа за последние пять лет вышла на новый уровень. Отремонтированы учреждения, появились современные пространства. Пополнилась материальная база, происходили события масштабного характера. Обо всем подробно расскажет Ирина Яковлова. С обновления городского дома культуры в Лабутнанге началась эпоха больших культурных преобразований. Позже в центре внимания оказался поселок Харп, который в 2021 году стал частью муниципалитета. Поселковая библиотека первой вышла на новый уровень работы. И на деле показала, как современные технологии меняют жизнь и пространство. Традиционно наша библиотека разделяется на две зоны, два абонемента. Взрослый абонемент, детский абонемент. Также у нас появилась творческая лаборатория, зона каворкинг и зона кафе. Все эти уютные пространства можно использовать совершенно по-разному, использовать под разные мероприятия, благодаря тому, что вся наша мебель, она мобильна. И с помощью одного движения мы самостоятельно можем переоборудовать пространство под любое мероприятие. Библиотека после ремонта очень богатая стала, уютная. Много очень литературы. Литература разнообразная. И классика, и фэнтези, и детская литература, и простая лирика, и стихотворение. Все есть на любой вкус. Мне очень нравится библиотека, потому что тут так очень красиво. Можно читать книжки. Очень приятно приходить сюда с друзьями, играть во что-то, рисовать, играть в настольные игры. Помимо модульной библиотеки, в местном ДК заработал кинотеатр. Затем стали обновлять само здание. Сначала изменили его внешний вид. После заговорили о внутренних работах. Харовский дом культуры ждут большие перемены. Будет произведена замена инженерных технических коммуникаций, расширена сцена, ну а холл будет просто не узнать. Здесь появится очень интересная фотозона. Все задуманное выполнили в точностью. Полностью обновлены кабинеты. Зрительный зал оснащен современным оборудованием. Появились комфортные места для гостей. Кофеточка и даже интерактивные зеркала с возможностью выхода в интернет. Об этом глава города Марина Трескова говорила во время прямого эфира. Обновленный дом культуры станет настоящим подарком для талантливых работников сферы культуры поселка Харп. И в год, представляете только, сотрудники проводят более 150 мероприятий. Их посещают около 27 тысяч человек. Мероприятия теперь будут увлекательными еще и потому, что дом культуры оснащен прекрасной техникой. Следующая площадка планового культурного обновления в Харпе – детская школа искусств. А вот в Лабытнанге процесс реновации ДШИ уже завершен. Капитальное здание, в котором располагается учреждение дополнительного образования, изменилось полностью. Многочисленные светильники на фасаде передают оттенки всех цветов и воссоздают разные изображения. Дизайнерский ремонт затронул все три этажа здания. Учебные кабинеты, хореографические, концертные залы, холлы и административные помещения. То пространство, которое было использовано ранее, допустим, в школе искусств, оно действительно претерпело колоссальные изменения. Ходишь по школе искусств, и кажется, что там большое, огромное пространство. Это говорит о чем? Что был грамотно разработан проект, что каждый квадратный метр используется по назначению. Я думаю, что такие подобные объекты будут нести пользу для наших ямальцев. И действительно, мы будем хорошей визитной карточкой не только на уровне Российской Федерации, но и на территории всего мира. И местные жители, гости города любят посещать обновленную цитадель искусства. Не зарастает народная тропа и на другой культурный объект, открытие которого состоялось в День народного единства. С праздником, дорогие земляки! Открываем нашу деревню, этнографический парк. Это очень здорово. У нас такого места не было. Теперь мы будем его использовать. Будем приходить с семьями, друзьями, с гостями. Очень красиво, интересно. И будем надеяться на то, что будут все мероприятия. Теперь у нас есть маленький уголок, и не нужно ездить в Горнокнязевск. Мы уверены, что даже будет лучше. Ну я, конечно, здесь не выросла, но выросла вся моя группа, наша группа, Зыряночка, здесь выросли. Ну, конечно, это второе дыхание деревни, второй этап жизни. Пусть у нас следует, потом наши дети, внуки будут здесь. Прошедшая пятилетка ознаменовалась еще и реформой муниципальных средств массовой информации. Коллективы Лабытнанги ТВ и газеты «Вестник Заболярия» объединились в информационное агентство. Телевещание обрело новый формат, а в городском округе появился первый глянцевый журнал «Морожка». Культура меняет мир к лучшему. Мы продолжаем серию видеоисторий о почетных гражданах Лабытнанги, которыми гордятся наши земляки. Следующий герой рубрики – участница Великой Отечественной войны Анна Григорьевна Ускова. Родилась в поселке Пуйка Ямальского района. В 1943 году призвана в армию. После краткосрочных курсов попала под Сталинград в зенитную часть. Ее пеший путь к победе пролегал через города и села Украины, Румынии, Болгарии, Чехословакии и Германии. Звание почетных гражданин города Лабытнанги Анне Григорьевне присвоено решением Городской думы в мае 2015-го. В год 70-летия Великой Победы. Родилась Анна Ускова в 1924 году в поселке Пуйка Ямальского района в многодетной семье. В 1941 году, 22 и началась война. Мы как раз с папой были на рыбалке, рыбу ловили. Он говорит, Анька, поехали домой, дочь, что-то нехорошо. Мы приехали, а нам объявляют, что началась война. Тут брата старшего забрали в армию, Александра. А потом папу, потом Василия взяли за Сашкой. Василий ушел, немного погодя, папу в трудовую забрали. Но его вернули обратно, потому что некому было работать. А в 1943 году я шла. Сначала в Омск на учебу, а потом сразу под Сталинград, в зенитную часть. В Сталинграде бои подняли страшно. Самое что, Сталинград весь разбитый. Была назначена радисткой и заменяла первый номер зенитного орудия, наводчика. В первый же вечер налетели, бомбежка страшная была. Меня под Сталинградом немного оглушило. Меня увезли в госпиталь в Астрахань, 54-й. Но девчата мне не дали там лежать. А вот поэтому я, может, я не слышу сейчас. Прибежали на второй день, говорит, мы идем дальше. Но я тоже не буду. Окно спустили меня, и мы убежали. А потом пошли с боями на запад, пешком. Ее дорога к победе пролегала через города и села Украины, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Германии. Дальнейший трудовой путь Анны Григорьевны исчисляется четырьмя десятками лет. В послевоенное время трудилась с почтальоном в Лабытнанском городском узле связи. Она – одна из троих почетных жителей Лабытнанги, прошедших войну. Мы помним, хотя их уже нет с нами. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова